Я скажу, я человек очень наблюдательный, и всегда, вот если что-то, я всегда что-то думаю, делаю хорошо. Но я никогда не держу эту хитрость у себя, чтобы только моя, чтобы проявить, я всегда все рассказываю. Я очень открытый человек, у меня нет секретов, и когда я сталкиваюсь с людьми, которые вот продуманно хитрее, они меня всегда озадачивают, потому что я с ними разговариваю, они говорят, я говорю только то, что думаю, искренне делаю. Они всегда делают для того, чтобы замаскировать какие-то вещи. Ну, маленький пример. Я помню, мы проводили какое-то партийное мероприятие, где-то 2000 год, я никогда не стрелял с охотничьего ружья на стендовой стрельбе. Но когда люди начали стрелять, а я был руководителем, я понимаю, что может времени не хватить, я всегда в этом плане очень толерантен и сдержан, пусть люди постреляют, а уж что я буду, я же руководитель. Я всегда себя обделял, вот правда так. Меня часто за это родные ругали, но, к сожалению, это такое воспитание мне дали родители. И вот я смотрю, что когда стреляют по углам летящие, туда, навстречу эти тарелочки, их значительно легче. А те тарелочки, которые вот так летят, их нужен очень серьезный навык, особенно по земле. Но, понимая, что нужно стрелять и это будет и так далее, стреляющий всегда выбирает вот этот способ стрельбы. Там называешь А, Б, В, Ж, З. Вот какие-то вот эти машинки, которые стреляют, упуская вот ненужно. И когда я это посмотрел, не стреляя, ничего, ну у меня же навык-то хороший и так далее, я увидел, посмотрел, там услышал подсказки. Я где-то на минут сорок смотрел за стрельбой, анализируя. Значит, подходит мне руководитель, он сам чемпион Европы, вот. И говорит, ну что, Франц Дамович, может быть, попробуйте. Я говорю, ну давайте попробую, я правда никогда не стрелял. Не, я говорю, не, я стрелял, я военный человек, но вот с охотничьей уже по тарелочкам первый раз стреляю. Вот. И он говорит, ну называйте. И там оператору, я уже изучил и так далее, называю те, которые удобны. Зная последовательность, проанализировав абсолютно. И вот, естественно, пошла длинная серия, по которой я ни разу не промахнулся. Он посмотрел на меня, говорит, а вы где тренировались? Я говорю, я первый раз стрелял. Он очень недоверчив, мне сказал, да, талантливые русские люди. На самом деле, это была истинная правда, у меня был навык, но очень продуманная ситуация, и я схитрил. Не пошел по такому пути, потому что я знал, что я создам правильное впечатление, исходя из этих соображений. Конечно, таких у меня хитростей было очень много. Я помню, когда я закончил политическое училище, я пришел в ВДВ во время швартовки. Есть у нас такая вещь, когда швартуется боевая техника, чтобы загнать самолет, когда будет десантирование. Были большие учения, ко мне подбегает молодой солдат и спрашивает, товарищ лейтенант, вот как тут это сделать? Тут сержант его обдирает, ты вон иди к командиру роты, откуда он что знает? Говоря о том, что он закончил политическое училище, не знает. Меня это обидело просто до невозможности. Когда закончилась швартовка, офицеры всегда два раза в год задают. Я, прежде чем пойти на швартовку, я, поставив известность командира, что все на улице сдается, с первым и со вторым батальоном, прошел по каждым билетам, со всеми, взял одного, он не знает, ему руководители подскажут, задают точный вопрос. А у меня сейчас-то память неплохая, тогда мне два раза ничего не надо было повторять. Я знал, вот пройдя в это дело, когда пришли, спрашивают, ну что, как там будете сдавать, и так далее. Я говорю, да мне любой билет, любые это. И там даже провоцировал специально, зная, что я это все, видите, знаю. После сдачи экзаменов я человек, который в данном случае просто правильно подготовился и схитрил, на уровне командира батальона или хорошего, там уже опытного командира роты, я не знал вот этих деталей. Но я выглядел лучше всех, потому что я себя вот подготовил вот к этой ситуации подать, изучить, посмотреть. Это всегда так нужно делать, ты должен понимать. Ну, конечно, это и повело к тому, что я все-таки прошел вот это обучение, самообучение правильно, и я очень много что знал. Но это называется где-то, наверное, схитрить, где-то, ну, как-то себе показать лучше, чем ты есть на самом деле.